Золотой колт Вес при этом чуть более 33 грамм Артефакт изготовлен из высокопробного золота и украшен зернью Часть ее, к сожалению, утрачена Скопа приклеена, в остальном же предмет просто супер Золотой колт был выставлен на торги с 52 тысяч и всего после одной ставки продан за эту сумму Девятое место сегодня за полтиной 1705 года Монета эта была от Чеканина при правлении Петра I Первого императора Всероссийского, а на тот момент еще последнего государя, царя и великого князя в Сея Руси Монета считается достаточно редкой и по каталогу Биткина имеет примечание R3 Она изготовлена из серебра 833 пробы и весит около 14 граммов На лицевой стороне изображен молодой Петр и надпись Петр Алексеевич, всея России повелитель На оборотной двуглавый орел, дата чеканки и надпись Монета добрая, цена полтина Петровская полтина была выставлена на торги с 1 гривны И после 117 ставок продана за 60 тысяч гривен Восьмая строчка на этой неделе за орденом Богдана Хмельницкого Орден Богдана Хмельницкого – Советский военный орден времен Второй мировой Он был учрежден 10 октября 1943 года Награда имела три степени Орден первой степени был вручен 323 раза Второй – 2390 Третий – 5738 Орденами Богдана Хмельницкого третьей степени Награждались рядовые, сержанты, старшины, партизаны, командиры партизанских отрядов Это единственный орден СССР, надпись на котором сделана не на русском языке Орден Богдана Хмельницкого был выставлен на торги с 1 гривны И после 256 ставок продан за 61 тысячу гривен На седьмой позиции сегодня расположились швейцарские часы Часы эти были изготовлены известной часовой компанией Tag Heuer, основанной еще в 1860 году Именно Хойер в 1916 году изобрели микрограф Хронограф, способный измерять время с точностью до 0,01 секунды На данный момент Tag Heuer является подразделением крупнейшего в мире холдинга по производству предметов роскоши Часы, представленные на аукционе из серии Carrere Часы рабочие на ходу Механизм с автоподзаводом Царапины по стеклу и корпусу Швейцарские часы были выставлены на торги с 1 гривны И после 180 ставок проданы за 77 тысяч 777 гривен Шестое место сегодня занял орден за службу родине второй степени Награда эта была учреждена 28 октября 1974 года Награждались ею военнослужащие советской армии, военно-морского флота, пограничных и внутренних войск Орден имел три степени Третьей было награждено 70 тысяч человек Второй 589 Ну а первой лишь 13 Награда, представленная на аукционе, принадлежит буряку Лоренцу Кузьмичу Генерал-лейтенанту, заместителю командующего Киевского военного округа по боевой подготовке Награда имеет следы ношения, состояние ее коллекционное Орден за службу родине был выставлен на торги с 1 гривны Лот получил 81 ставку, награда была продана за 78 тысяч 277 гривен Пятую строчку на этой неделе занял Георгиевский крест второй степени Георгиевский крест – награда в русской императорской армии С 1807 по 1913 года награда имела название «Знак отличия военного ордена» Название «Георгиевский крест» имело неофициальный характер С 13 года 20 столетия оно было закреплено в статуте ордена Награда имела 4 степени Первый и второй изготавливали из золота, третий и четвертый из серебра Всего с 14 по 17 года прошлого столетия было вручено около 65 тысяч таких наград 16 декабря 1917 года орден был упразднен Награда, представленная на аукционе, находится в отличном коллекционном состоянии Номер ее – 33 587 Георгиевский крест был выставлен на торги с одной гривны Лот получил 98 ставок, награда была продана за 86 тысяч 6 гривен На четвертой позиции сегодня расположился старинный портсигар Фумафилия – так называется коллекционирование табачной атрибутики И фумафилы эти, судя по сегодняшнему обзору, далеко не бедные люди Досмотрите это видео до конца и вы в этом еще раз убедитесь, но давайте пока об этом лоте Портсигар, судя по надписи на обратной стороне, подарен 4 июня 1918 года На нем имеется вензель владельца, имя и дата На лицевой же стороне изображен добрый молодец, вышедший на бой с трехголовым змеем Также выгравирована надпись «А и выходил Иван крестьянский сын, а и рубил змея Горыновича» Портсигар изготовлен из серебра 84-й пробы Вес его 236 граммов, состояние коллекционное Старинный портсигар был выставлен на торги с 27 тысяч И всего после 56 ставок продан за 90 тысяч гривен Многие из нас любят конфеты, но все, уверен, выбрасывают ненужные обертки от них А зря Вы только представьте, сколько эти бумажки будут стоить через 100 лет Скажете, не может быть? Может Старые обертки от конфет 20-30-х годов прошлого столетия В количестве 35 штук проданы за 3465 гривен Далее лот из рубрики «Выгодная декоммунизация» Наградное знамя периода развитого социализма Получила его в свое время буровая бригада, победившая в соцсоревновании Под флагом марксизма-ленинизма, под управлением коммунистической партии Пришагала бригада вперед к светлому будущему Ну и спустя несколько десятилетий пришагала на аукцион Знамя продано за 2805 гривен Ну и напоследок В противовес выгодной декоммунизации Невыгодная декапитализация Чем продавец хотел взять покупателей, неизвестно Возможно, ему показался интересным номер банкноты В общем, выставил он с одной гривны слегка потрепанные 100 долларов Ну а купили их за 93 Открывает тройку призеров этой недели Ауреус Элла Габала Марк Аврелий Антонин Гелиагабал Римский правитель с 218 по 222 года Элла Габал зашел на престол в возрасте всего 14 лет И за 4 года правления так достал свое окружение Что собственные солдаты устроили мятеж Убили ненавистного императора Выбросили тело в Тибр И запретили кому-либо еще принимать имя Антонин Которое он обесчестил Ауреус, представленный на аукционе Изготовлен из высокопробного золота На лицевой стороне его изображен профиль императора На оборотной Фидея Древнеримская богиня, олицетворявшая верность Рельеф монеты отличный А отверстие, к сожалению, привычное Ауреус Элла Габала был выставлен на торги Со стартовой цены в 100 тысяч гривен И всего после одной ставки продан за эту сумму Почетное второе место сегодня занял червонец 1894 года Монета эта была отчеканина при правлении императора серсийского Александра Третьего Она считается достаточно редкой А все от того, что тираж этой монеты составил всего 1007 экземпляров На лицевой стороне изображен профиль императора На оборотной герб Российской империи Монета изготовлена из золота 900 пробы Вес ее 12,9 грамма Состояние коллекционное Александровский червонец был выставлен на торги с 1 гривны Лот получил 183 ставки Монета была продана за 100 тысяч 469 гривен Ну а самым дорогим лотом проданным на прошлой неделе Стал старинный портсигар Да-да, друзья, снова портсигар И цена в 90 тысяч за предыдущий По сравнению с этим покажется вам ничтожной Портсигар изготовлен в Москве Ювелирный гелмастером Александром Бабарыкиным Материал серебро 84 пробы Вес 217 грамм На лицевой стороне, на фоне восхода солнца и завода Изображен красноармеец с флагом На оборотной выгравирован пароход и маяк Также имеется надпись КВЖД Китайско-Восточная железная дорога И Де Кастри Поселок в Хабаровском крае Портсигар принадлежал товарищу Типякову Имеющему, судя по всему, отношение к постреволюционным событиям Которые разворачивались на Дальнем Востоке СССР Итак, старинный портсигар был выставлен на торги с 19 тысяч Лот получил 63 ставки Предмет был продан за 370 тысяч 500 гривен Ну что ж, такой была прошлая неделя А для того, чтобы не пропустить самые дорогие продажи текущей Просто подпишитесь на канал Недельные обзоры выходят каждый вторник На этом буду прощаться До встречи на канале в поисках золота и кладов